Москва. Подъезд жилого дома на Космодомиянской набережной. Кириченко Николай Власович. Кириченко Валентина Михайловна. Хорошая традиция. В каждом доме есть свои герои. Теперь эти герои известны всем жителям этого подъезда и гостям. Вечная память. Я горжусь. И вот QR-код, о котором вы можете узнать больше об этом проекте. Я Таня, дочка Валентина Михайловна Кириченко и Николая Власовича Кириченко. Наша семья прожила здесь с 1969 года. И они прожили до конца своих дней. Отец умер в 1985 году. Они прожили вместе 40 лет. А мама в 2008 году. Благодарна в префектуре Центрального округа за изумительную инициативу почтить память фронтовиков. В нашем подъезде жило очень много фронтовиков. Здесь жила майор медицинской службы Волкова. Это ее фамилия по мужу. А муж у нее был генерал-полковник медицинской службы. Здесь жила Марья Максимовна. Знаю ее по фамилии Афанасьева. Ее муж был заместителем командующего Московского округа. Рано ушел из жизни. Здесь жила огромная когорта фронтовиков. Потому что квартиры здесь давали только великим участникам Отечественной войны. Мои родители встретились на комсомольском совещании в Кремле. Отец слушал доклад мамы. И его толкали в бок коллеги. И говорили, Коля, ты не жена. Смотри, какая девчонка. Там все светятся. Они пошли обедать. И у них все закрутилось. Они полюбили друг друга. И вскоре поженились. У них была комсомольская свадьба. ЦДСА. В ресторане ЦДСА. Тогда это был центральный дом Советской Армии. Сейчас как-то называется по-другому. Мама к тому времени была крупным комсомольским работником. Комсоргом полка. Капитаном Советской Армии. Вот. Была комсомольская свадьба. Потом у них устроили детей. Андрюша, мой старший брат. Я, Таня. И Галочка, младшая сестра. Пара была замечательная. Они никогда не грубили друг другу. Если и спорили, то только из-за нас детей идиотов. Но в основном все. Валечка, Колечка. У отца была любимая шутка. Мама бесподобно готовила. И он, поужинав каждый раз, каждый вечер, говорил любимую шутку. Совершенно неожиданно поужинали. И сам смеялся. Чудный человек. Скромный. Покажу молодые его фотографии. Он был похож на актера Оля Лина. Одно лицо прямо. Красавец. Он курировал в том числе газеты Ленинградского округа. Например, вот это «На страже Родины». Это газета. 1961 года. В 1961 году в полет полетел Юрий Гагарин. Папа был делегатом 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Так же, как и Гагарин. На этом съезде отец познакомился с Юрием Гагариным. Мой отец был настоящим, с большой буквы, политработником. Он знал, что нужно войскам. И знал, какие песни они должны петь. Например, «А для тебя, родная, то есть почта полевая». И так далее. Или мне было 10 лет. Мы с отцом сидели и играли в шахматы. И я ворлыкала про себя, и не думала, что он слушает. А он слушал. «Пуле вдоль берега Крутого, мимо хат, в серой шинели рядового шёл солдат». И так далее. Бил солдат в Масмоленском, бил их в посёлке Энском. И вдруг мне вот папа говорит, «Танюша, как ты знаешь эту песню?» Я говорю, «Как ты её знаешь? В школе учили». Он говорит, «Молодец». И поэтому в то время детей воспитывали на патриотических песнях, а не на три аккорда, четыре притопа, три прихлопа. Отец любил нормальные песни. Например, он любил Зыпину. Издалека, долго, течёт река, полка. Короче, значит, мой отец понимал значение политической работы. Он знал, что существуют фронтовые ансамбли. Вот сейчас не хватает таких, как моя мама, будучи комсоргом полка. Вы вдумайтесь, полка. Когда 20 лет её поставили перед полковым, дали ей стакан спирта, и она читала стихотворение, и все там чуть не рыдали. А потом пошли в бой. Это было стихотворение Симонова «Убей его». Префектура Центрального округа и Совет ветеранов во главе с Евгением Петровичем Бабенко, изумительный руководитель ветеранов, придумал такую инициативу – сделать, чтобы в каждом подъезде были таблички с именами настоящих героев. Учтите, это самые настоящие герои. Не ряженные, не придуманные. А те, кого проверяли 150 раз на предмет реальной причастности к Великой Отечественной войне. Там есть в этом Совете ветеранов изумительный человек, которого зовут Владимир Ильич. И он возглавляет военно-патриотическое воспитание. Совершенно чудный дядька, который придумал сделать конкурс патриотических фильмов, книг, статей, стихов, песен на тему победы. И к дню победы мы готовим суперпроект, который призван вспомнить всему молодому поколению, что у них были родители, дедушки, бабушки, настоящие герои. А еще у Евгения Петровича Бабенко есть изумительный заместитель, красавица Галина Ивановна Пелюгина. Она взялась за такой сложный участок работы, координировать работу всех 10 советов ветеранов. У нас 10 управ входит в центральный округ, и в том числе Замоскворечье, где мы находимся. Теперь про Замоскворечье. Замоскворечье – это особенный район. У нас здесь жили писатели, поэты, такие как Анна Ахматова, Марина Цветаева, участник Великой Отечественной войны Арсений Тарковский. Татьяна, расскажите, пожалуйста, в боевом пути вашего отца. Отец получил орден Красной Звезды за то, что в момент решающей битвы за Ростов он собрал разрозненные части красноармейцев на окраине своего родного города Ростова и с криком «За Родину!» Пардон, за Сталина! повел за собой в атаку бойцов. Здесь бы уместно было, если бы у нас было другое время, прочитать стихотворение Межерова «Коммунисты вперед». Там есть замечательные слова. Я могла бы прочитать это, и вы бы все зарыдали. Но сейчас у нас не модно прославлять Коммунистическую партию. Значит, он в армии с 1937 года. Он жалел каждого рядового солдата. Он находил ключи к сердцу, к любому прострафившемуся, наказанному. Он подходил, объяснял, говорил, «Сынок, тебе ничего не будет. Скажи, кто и что тебя там заставил совершить тот или иной проступок». И когда ему рассказывали, он помогал и выправлял людей. Еще у него была шикарная черта. Он всегда выдвигал стоящих людей то в академию, то на повышение. И это были всегда люди с большой буквы, с большой буквы, настоящие коммунисты. «А что из песни слова не выкинешь, дети мои?» Короче говоря, он любил эту работу. И закончил работу строителем Байконура. А на Байконуре в то время, когда он там работал, были очень тяжелые времена, потому что нужно было обеспечить настоящую обороноспособность нашей страны. И это было, было обеспечено. Поэтому, тот, кто хочет узнать, как воспитывать патриотически детишек, спросите, мы вам расскажем. Мама работала заведующей детской библиотекой на этой самой набережной. Раньше она называлась Максима Горького. Теперь она называется Космо Дамианская от Косьмы и Дамиана. В старину здесь была церковь этих святых, великих бессеребреников. Моя мать была настоящим бессеребреником. И она бесплатно проводила уроки мужества каждый день в своей жизни. Вот, например, она бы сейчас показала ученикам вот эти две книги. И вот эту. Почему? Потому что значение победы надо детям разъяснять. Хватит уже морочить голову Солженицыным. Космо Дамианская набережная. Понятное дело, набережная какой реки, Москвы реки. Мы находимся в самом центре российской столицы. Спасибо за внимание, много уважаемые зрители. Вы находились на канале Март Лайф. Что ж, у нас много видео на самые разные темы. Смотрите их, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А на сегодня у нас все. Спасибо нашим авторам за прекрасный сюжет. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok